На недавно объявленный администрацией Рязани конкурс названий для трех новых детсадов горожане прислали уже более 20 разных вариантов. Действительно, это, на мой взгляд, интересно, когда жители города принимают активное участие для того, чтобы выбрать название трём детским садам. 14 числа некто Ирина слала название по улице Кольная, детский сад Умница, по ДПР 5, это Васильевский переулок, дом 1, Малинка. Но есть и другие интересные названия – Божий коровка, львёнок, ну и так далее. В микрорайоне Кольное, рядом с 73-й школой, сейчас идёт внешняя отделка здания. Рабочие обкладывают детсад утеплителем, а в некоторых местах фасада даже облицовочной плиткой. Садик рассчитан на 200 детей. Работа полным ходом ведётся и в новом детсаду в микрорайоне ДПР 5. Здесь также, как и в Кольном, планируется оборудовать детский бассейн. Кстати, уже сейчас в недостроенных пока детсадах назначены заведующие. Как считают в городской администрации, такой контроль со стороны профессионалов положительно скажется на строительстве и отделке дошкольных учреждений. А детсаду на улице Горького предстоит масштабная реконструкция и благоустройство прилегающей территории. Это полностью новые два детских сада, которые в рамках планирования территорий этих двух микрорайонов давно уже были запроектированы, но построены благодаря средствам федерального бюджета и областного, начали строиться в прошлом году. В этом году эти детские сады уже примут детей. Третий детский сад на сегодняшний момент – это бывший детский сад номер 111, расположенный на перекрестке улицы Есенина и Горького. Ранее он принадлежал Ростелекому. В конце прошлого года мы с Ростелекомом, соответственно, у Ростелекома это имущество забрали. И в этом году планируем детский садик привести в порядок. То есть это работа по утеплению фасада, проведение ремонта внутренних помещений для размещения групп, благоустройство прилегающей территории. Ну и он готов будет разместить порядка 120 детей. Конкурс названий для новых детсадов продлится до конца февраля. По его итогам комиссия определит победителя, авторы лучших идей получат призы от городской администрации. Свои предложения можно оставлять на сайте администрации города Рязани, портале прорязань.ком, а также сайте информационного агентства «Семь новостей».